Летние детские лагеря в предстоящем сезоне традиционно начнут принимать школьников Тувы для организации безопасного каникулярного времени. В их число входят дневные, стационарные и один палаточный лагерь. Всего у нас в реестре 159 лагерей дневного пребывания, один палаточный лагерь «Спутник» и 20 стационарных лагерей. В этом году у нас на базе аграрной школы села Итал будет проводиться смена Содружества Алят. Здесь будет проводиться это новшество 2024 года. И, конечно же, все дети могут туда подать заявки. Летнее время – это не только пора отдыха, но и возможность детям заработать деньги. По линии регионального Минтруда 500 детей республики смогут трудоустроиться в этот период. Также одним из вариантов проведения каникул школьников республики являются временные досуговые центры. В летний период также функционируют временные досуговые центры традиционно. Это организованная занятость досуг наших несовершеннолетних детей до 4 часов. На базе учреждений спорта, культуры и подведомственных учреждений Министерства образования. И там у нас общее количество, то есть составлен реестр всех учреждений по всей республике, 189 всего будет. Вся подробная информация о всех видах летней оздоровительной кампании республики в ближайшее время будет размещена в социальных сетях Министерства образования и Республики Тыва. Стоит отметить, что на территории региона действует закон о комендантском часе, согласно которому несовершеннолетние в летнее время в период с 22 часов до 6 часов утра не должны находиться в общественных местах без сопровождения законных представителей. В целях предупреждения правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них в ночное время суток сотрудниками полиции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Если после 22 часов будут допущены данные нарушения со стороны несовершеннолетних лиц, то они будут доставлены в дежурную часть полиции для принятия соответствующих мер. Уважаемые родители, просим вас усилить контроль за своими детьми в целях недопущения совершения правонарушений с их стороны и в отношении них. Необходимо добавить, что при доставлении несовершеннолетних дежурную часть полиции сведения о данных подростков будут внесены и храниться в базах данных МВД России, что отрицательно повлияет на характеристику ребенка, особенно при поступлении в учебные заведения.